Это же Западня. Чего? Я говорю, что это Западня. Нет. Западня. Интрепмент. Криминальная мелодрама 1999 года режиссёра Джона Эмиэла о приключениях двух воров, специализирующихся на краже произведений искусства. Главные роли в фильме исполнили Шон Коннери и Кэтрин Зетта Джонс. Это была третья по счёту картина в фильмографии 30-летней Кэтрин Зетты Джонс. Её партнёром стал 69-летний Шон Коннери. Западня 1999 года получила крайне противоположные оценки критиков и зрителей, но никого не оставила равнодушным. Причём зрители в большинстве своём одобрительно отнеслись к картине. В 1999 году она заработала два приза зрительских симпатий Европейской академии за лучшую мужскую и женскую роль. Роберт Мак Дугал по кличке Мак, его блистательно сыграл Шон Коннери, пожилой мужчина с импозантной внешностью и страстью к произведениям искусства, в криминальных кругах известен как выдающийся вор международного масштаба. Вирджиния Бейкер в исполнении Кэтрин Зетты Джонс – молодая и симпатичная дознавательница страховой компании. В свободное от работы время, весьма преуспевающая воровка всё тех же произведений искусства. Когда происходит кража одного из бесценных полотен Рембрандта, подозрение, благодаря бурной деятельности Вирджинии, сразу же падает на Мака. Бейкер убеждает начальство, что она сможет взять Мак Дугла с поличным, заманив его в западню, и сдать полиции. Однако все попытки Бейкер проследить за Мак Дуглом, заканчиваются тем, что он приходит к ней первым, прокравшись в её спальню под покровом ночи, дабы задать ей несколько вопросов. Джин в ответ предлагает ему совместное дело ценой в 50 миллионов долларов. После небольшой проверки её квалификации как воровки, Мак соглашается на сотрудничество. Объектом выбрана старинная китайская золотая маска. В своём уединённом замке Мак тренирует Джин на акробатическое преодоление полосы препятствий из паутины сигнализации лазерной системы защиты. Джин усердно тренируется, обдумывая, как бы заложить Мака. Мак следит за ней и подозревает, что Джин что-то задумала. После успешного ограбления, герои Коннери и Зет и Джонс бурно выясняют отношения в подземелье замка. Мак хочет забрать маску и сдать Джин, однако ей удается убедить его продолжить сотрудничество. В ходе подготовки ограбления между Джин и Маком зарождаются романтические отношения, несмотря на выработанные Мак Дуглом правила поведения. В канун празднования Миллениума они решают провернуть ещё одно ограбление – украсть 8 миллиардов долларов из банка в Куала-Лумпуре в Малайзии. Чтобы получить заказ с необходимым оборудованием – очки с отпечатком сетчатки главы банка и ключи доступа в хранилище. Вирджиния отдаёт маску своему нанимателю Конраду Грину, которого сыграл Мори Чайкин, но обнаруживается, что это подделка. Джин понимает, что Мак заменил её и забрал себе. В порыве гнева она набрасывается на Мака, но немного остыв, прощает его. Им удаётся перевести деньги банка на счёт Джин. Как обычно всё идёт не по плану, западня захлопывается, в действие вступает план Б. Джин удаётся бежать на мини-парашюте через вентиляционную шахту, а Мак вынужден остаться. Он назначает ей встречу следующим утром на вокзале. Прибыв на вокзал в назначенное время, Джин встречают Мак и агенты ФБР. Между героями происходит откровенный разговор. Мак объясняет, почему вынужден был сдать Джин властям и помогает ей сбежать. В ролях. Шон Коннери, Роберт МакДугал, Мак, опытный вор международного класса. Кэтрин Зетта-Джонс, Вирджиния Бейкер, Джин, следователь страховой компании. Вин Креймс, Аарон Тибаду, приятель и партнёр Мака в некоторых аферах, агент ФБР. Уилл Пэттон, Гектор Круз, начальник Джин в страховой компании. Мори Чайкин, Конрад Грин, криминальный авторитет, наниматель Джин. В начале фильма появляется секретный код – 1007, последние три цифры которого – 007. Именно этот номер принадлежит агенту с лицензией на убийство Джеймсу Бонду. А единица обозначает, что Шон Коннери был первым исполнителем роли агента 007 на экране. За участие в фильме «Западня» актёры Шон Коннери и Кэтрин Зетта-Джонс были номинированы в 2000 году на «Золотую малину» в номинациях «Худшая актриса» и «Худший актёрский дуэт». Разница в возрасте между актёрами в фильме «Западня» Шоном Коннери и Кэтрин Зеттой Джонс составляет 39 лет. Сцена преодоления героиней Кэтрин, Зетты Джонс, сигнальных лучей лазерной системы защиты неоднократно пародировалась. Так, например, её можно встретить в фильме «Джей» и «Молчаливый Боб» наносит ответный удар, сцена с четырьмя воровками. Отсылка к сюжету фильма также была использована при создании клипа «Аква» на песню «Around the World». Кэтрин Зетта Джонс была полностью обнажена под простыней в сцене, когда герой Шона Коннери в начале фильма прокрался к ней в комнату ночью и учинил допрос. Роль тайного укрытия Мака сыграл замок Дуарт, наследственное владение клана Маклинов. Когда-то эта крепость вместе с шестью другими была построена предводителями клана на западном побережье Шотландии. Сам Шон Коннери по материнской линии происходит из клана Маклинов, мать Коннери была урожденной Маклин. В центре истории оказались башни-близнецы Петрона Ствинтауэрс, расположенные в малазийской столице Куала-Лумпур. 88-этажные, 452-метровые небоскребы-близнецы были возведены за пять лет. С 1992 по 1997 годы проходило их строительство. Строительство обошлось Малайзии в 1,2 миллиарда долларов. Основным выходом на случай непредвиденных обстоятельств служит так называемый «небесный мост», являющийся отличительной чертой Петрона Ствинтауэрс. Этот мост, имеющий длину 59 метров и висящий на высоте 170 метров, соединяет две башни на высоте 41-го и 42-го этажей. Улица, на которой Мак Шон Коннери припарковал машину, дожидаясь героиню Кэтрин Зетты Джонс, пока та находилась в антикварном магазине. Та же самая, что и в фильме «Гарри Поттер» и «Философский камень» 2001 года. По этой улице Гарри и Хагрид спускались, направляясь в дырявый котел. Трюк на потолочной балке в замке Дуарт, когда героиня Кэтрин Зетты Джонс делает сальто назад, а потом спрыгивает с балки на старинный стол, актриса, находясь в прекрасной форме, проделала самостоятельно. Сначала предполагалось, что грандиозная кража в фильме «Западня» будет приурочена к переходу Гонконга под юрисдикцию Китая. Затем режиссер Джон Эммиэл предложил перенести ее к началу нового тысячелетия. В 2000 году Кэтрин вышла замуж за Майкла Дугласа. Разница в возрасте между супругами – 25 лет. Даже дни рождения Кэтрин и Майкла в один день – 25 сентября. Шон Коннери – это актер из той категории, который своим появлением сразу же приковывает внимание к своему персонажу. И его герой Мак получился весьма и весьма убедительным. Умным, ловким, тщательно относящимся к деталям, а также таинственным и умеющим скрывать свои истинные мотивы. Джин преследует собственные цели, и это подозревает на интуитивном уровне Мак, так что начинается хитроумная игра в кошки-мышки, где победитель может получить баснословный куш и после навсегда отказаться от преступной деятельности, попивая коктейли где-то на берегу океана. Начав просмотр западни, зритель сам попадает в западню. Тонкий юмор, два шикарных ограбления вместо по обыкновению одного, загадочная пара, которая пытается все это провернуть. В диалогах есть то, что зовется изяществом. Они не надуманы, но в то же время плавны и остроумны. Одна крупная афера становится всего лишь репетицией перед действительно грандиозным выходом. И каждое дело достойно отдельного фильма. Лазеры, датчики давления и звука, подводные ходы и балл маскарад в качестве конспирации. К этому набору добавим неплановый полет между башнями Петрона с Твин Тауэрс на высоте 172 метров. Первоклассный экшен вам гарантирован. И все это в компании двух неординарных и, безусловно, притягательных героев. Кэтрин – настоящая красавица. При этом нет никакого сомнения, что Джин – настоящая воровка экстра-класса, умная, хитрая и обольстительная. Кэтрин в который раз доказывает, что ум и красота – это то сочетание, перед которым не может устоять ни один мужчина, даже такой искушенный и опытный, как персонаж Коннери. Фильм отличается и глубиной драматизмом, поднимаются вопросы предательства, веры, дружбы, любви, что является отличительной чертой западни от других представителей жанра криминальных боевиков. Перед обаянием этого фильма тоже невозможно устоять и оторваться от просмотра невозможно. Поэтому советую посмотреть всем, особенно любителям приключений, ограблений и экшена. И главное – не попадитесь в западню.